Дорогие друзья, и вновь в эфире городского телеканала ЮТВ Завтрак замечательных людей И сегодня у нас в гостях, как он сам говорит, мистер весельчак Телеведущий, радиоведущий, с недавних пор арт-директор заведения, где можно попеть соло-уэй Ты же реально и бабочки шил, и кексы пёк, и чем только не занимался И венки делал, но не те венки, которые украшают Иван Тихонов, человек, который шутит про венки, видимо, те самые Новогодние, новогодние, да? Или из пылевых цветов Иван Тихонов, журналист, телерадиоведущий, работает в одной из самых популярных развлекательных утренних программ нашей республики С недавних пор является арт-директором караоке-клуба Соловей Сегодня мы приготовим очень необычное блюдо Вот к тебе приходят наверняка пожарить какую яичницу Да, тысяча и один омлет, есть шутка, что наша передача называется Да, а либо пельмени наварить Я сегодня приготовлю тебе Вот из этого, да? Да, да, да Ну будем называть это так, лапша быстрого приготовления Лапша быстрого приготовления? Но всем она известна на вид, вы уже наверняка догадались, что это за лапша Говяжный вкус, именно говяжный Который красный Который красный, я его называю борщом Острый Короче, главное, чтобы это было остро Потому что я люблю остро Чтобы это было быстро И чтобы это было вкусно Вот первого числа наверняка это блюдо будет самым актуальным Вот которое вообще можно будет только придумать Сто процентов, да Если у вас Оливье весь съели накануне, то Не, если вам очень было весело накануне, а сегодня не очень весело То вот это блюдо прям вот точно для вас Можем приступать, да? Да, у нас здесь уже готова водичка Пока мы будем делать все остальное, наполнение У нас должна приготовиться лапша Да, она должна хорошечно завариться Так, специи мы добавляем оттуда? Да, обязательно Именно специи Или вот то, что называется овощами тоже Эээ, можно их, почему нет? Я никогда, знаете ли, не брезгую тем, что А вилку пластиковую будем добавлять? Ну, это вот прям ты пошутил С разряда мистера Петросяна Да, это человек, который что-то понимает в юморе просто, понимаешь? Да, да, да Так, заряжаем, значит, все, как полагается Со всеми приправами А ты когда кушаешь вот просто это блюдо, так скажем, в его изначальной комплектации Ты всю красную приправу посыпаешь? Да, я люблю, чтобы прям вот горело так, как в девятом кругу Как в девятом классе Ну вот, мы просто тут немножечко помешали Сейчас она у нас заварится, накрывая крышкой Хорошо Что нам еще понадобится? Пожарить молодой кабачок Главное, чтобы там семечек не было, потому что я не люблю вот эти вот кабачки Когда там эти неприятные зерна Все это делаем на сливочном масле Это еще и жирно будет Удар по печени, вот, чтоб как надо Я с недавних пор готовлю только на сливочном масле Лучок, копченая грудь курицы Ну это мы и так уже от себя добавили И бекончик, да, я больше всего хотел Еще соусы вот такой, терияки Между прочим, вот все, знаешь, вот готовят, приходят и готовят Значит, там, нога лягушки Крыло, значит, летучей мыши Вот все, что, все то, что якобы должно находиться в холодильнике В холодильнике Да, у обычного человека И начинается там фуа-гра и т.д. и т.п. А вот здесь реально набор продуктов, которые можно купить в соседнем магазине И вот этот вот соус терияки, который, вот вы думаете, наверняка сейчас стоит миллион денег Я купил за 19 рублей Да, нужно просто места знать Ну вообще, есть производители всем известные, которые делают тоже соус терияки И у нас здесь кисло-сладкий У нас домашнего приготовления Потому что в странствующем Баре Касабланка все домашнее приготовление Вот, ну вы также можете взять какой-нибудь магазинный Что мы делаем дальше? Ну, во-первых, у тебя очень важная миссия Надо почистить лучок Пока ты чистишь лучок Почистить и порезать каким образом? Вот ты неправильно чистишь лук А я вот сейчас бы нашим телезрителям вашим, нашим, показал, как делает это Иван Тихонов Ну, пожалуйста И все, ты уже неправильно сделал А ты надо новую луковицу брать Ну, а как надо было? Хорошо, расскажи Вот этот хвостик никогда не отрезать Первый раз в жизни я буду слышать Нужно отрезать кори-настую часть, скажем так Откуда корни растут Делим напополам Держим за хвостик И удобненько, удобненько нарезаем, чтобы ничего у нас не разваливалось Сейчас я вспомнил, что такая технология действительно Вот ты видишь, какой ты непутевый повар Да, сколько уже лука я в этой передаче перерезал Давай, ты мне сейчас вот скажешь, вот так это, да, включается? Да, ну все, можем тогда запускать масло А, уже сразу, да? А, что же? Мы еще ничего не порезали, ты уже хочешь запустить, ну ладно Так я сейчас это махом сделаю Ладно, хорошо Давай Ты режешь, Лия? Ну давай, режь, если ты специалист Ну все уже не специалисты и все испортил Нам половину луковицы надо, да, я думаю? Я люблю много лука, на самом деле То есть всю луковицу режем, ладно, хорошо Это ты что выкинул, это тебе не надо Это, нет, я не люблю вот эту Ой, она же Перышками, да? Режем перышками или полукольцами? Нет, сейчас вот ты увидишь, как это делаю я Вот, хорошо Продолжай Бам Ну да, он действительно умеет хорошо мелко резать миски У нас задача сейчас, в принципе, все нарезать и обжарить Чтобы не отвлекаться на комментарии У нас все-таки программа-то про замечательных людей Скажи мне, дорогой друг, как? Такой уж дорогой, не такой уж и друг Достаточно дорогой и вполне себе друг Мы все-таки лет шесть знакомы Как ты пришел в профессию ведущего, телеведущего, радиоведущего? На кого ты учился, в общем, с чего все начиналось в твоей жизни? Да, я приехал с озера Байкалу, из далекого-далека Ты видел Нерп? Ну да, приехал сюда, получил одно образование, понял, что это не мое Что это за образование? Я программист, представляешь? Ты программист? Да, но я такой программист, который в случае зависания компьютера переустанавливает винду Или звонит другому программисту Да, я понял, что это не мое Я поработал чуть-чуть в банке После института или доли? Ну да, я закончил на программиста Поработал в банке по профессии Сказал, что это вообще не мое Мама, я хочу быть журналистом Уехал обратно сюда, в Башкортостан Получил второе образование, журфак И вот я, собственно говоря На первом То есть ты все-таки получил журналистское образование? Конечно, конечно, я отучился И на первом курсе я уже пошел работать по специальности То есть ты до того, как работать ведущим Изначально ты пишущим был или редактором? Да, 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 я отработал в новостях Потом защитился на тему инфотеймента Ааа, как зашкварчало Да, действительно И делал очень классную скрытую рекламу И меня перевели в службе новостей на коммерческий сюжет И потом как-то так пошло-поехало, что я понял, что новость это вообще не мое И ты научился продавать, да? Тебе больше было интересно делать рекламу, что-то такое более развлекательное? Я не скажу, что это было больше интересно мне, но как-то вот у меня получалось очень хорошо Как-то с этим сложилось, да? Да Вот я не думаю, что мы сейчас доску сможем, да, как-то это? Поднять? Да Два добрых моллца-то почему не смогут? Да, давай Давай, я держу, потом мы все это вернем А, я делаю Пожалуйста, заряжай лук Вот такая вот добрая порция лучка Ох, друзья, действительно у нас так незаметно началась подготовка к Новому году Поэтому следите за тем, что возможно вам эта информация Очень пригодится 1 января Очень пригодится, да Всплывет в памяти 1 января А, потом я решил свое агентство открыть, я ушел Меня пригласили на радио И я ушел с радио с одной радиостанции С одной радиостанции на другую? Нет, 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 я ушел с одной радиостанции Просто ушел? Да, ушел и открыл свое агентство Ну и короче говоря, потом мне коллеги по цеху сказали Иван, а ты что это вдруг убежал из медиапространства? А ну давай возвращайся Вот так вот меня пригласили на БСТ Я сейчас веду... Причем в программу Салям, которая популярна Это... Более чем... Это... Наверное, самая известная программа Это самая рейтинговая программа после новостей И... Ну то есть в одном ряду хоккей, новости и утреннее шоу Салям Смотри, вот если без обиняков ты такой веселый парень Который любит скабрезно пошутить Ты... Ты выглядишь, не сказать, что в формате такой программы Которую по всей республике, да, благообразно Да, татуированный, бро Ты, в общем, человек, который выглядит достаточно неформально Для передачи, которая, ну вот, для всех в республике То есть ты... Как тебе удалось разрушить этот стереотип? Ты должен быть желательно, там, национальный человек, например Такой благообразный, в костюме Ты, конечно, там тоже в костюме, но все же ты другой Ну, во-первых, обязывает все-таки формат И как человек, который отучился на журпаке Ты должен адаптироваться к ситуации И, ну... То есть все твои любимые шутки про, там, смерть, голод и так далее Ну их, конечно же, нет, но... Просто ты смог перестроиться и в этом формате себя проявить Ну да, ну да И, собственно, люди, которые принимали решение, поняли, что ты то, что надо для них Да, и это как-то произошло очень легко и быстро То есть все было абсолютно естественно, не было такого, что Ваня, он же подходит больше для какой-нибудь эмо-поп-панк-группы Ну я и пришел, знаешь ли, вот там был объявлен кастинг, меня, конечно же, на него позвали Ну... Вот, и как бы мне сказали, все, ты с нами, малчик, мы тебя любим, идем к нам Все Вот, собственно, так все и произошло Я уже кладу сюда курицу И потом, я же ведь иногда нет-нет, да и пошучу в Салями Да Знаете, на какие темы? Да на различные Вот сегодня, например, у нас был гость, юрист И скоро И скоро тебя посадят И я пошутил на эту тему, что зачем ты это делаешь? А ну не тронь Убираю семечки, ты сказал, что они неприятные Они молоденькие, они нормальные Ладно, половину семечки я тебе оставлю, никаких проблем Так, я пошутил на тему того, что у Ивана судимость и он знает толк Во всех, значит... Во всех подобных вещах Ты не хочешь, кстати, добавить, что он посильнее прижарился? Вот можно, да, но просто я не знаю, как... Что-то маленький, чтобы не горел, то что-то прижарится, мне кажется Вот, во-первых, нужно было почистить, да? Давай и чистить, какие проблемы-то? Ты-то сказал, что тебе семечки не нравятся, я их вычищал, поэтому... Вот, сейчас надо почистить кабачок, я не люблю вот эту кожурищу Которую, между прочим, во многих... Я думал, что в молодом кабачке тебя кожура не смущает, а семечки смущают А оказалось, с точностью, да, наоборот, все Ну вот это такие молоденькие семечки, которые очень даже приятные Ну вот... Ну, в общем, можно сделать из обычного кабачка, только тоже надо его почистить и вытащить оттуда зерна Да, но главное, чтобы этих больших, да, не было семечек Да, но они там, потому что совершенно не в тему, вкуса они особо не дают, они еще достаточно в единстве Вот у нас во многих заведениях, кстати, не чистят кабачки, меня это так раздражает И эти семечки оставляют за чем-то, ну, которые есть невозможно Ну, как-то да, это я бы не сказал, что очень вкусно Слушай, ты же, ну, вынужден вставать очень рано, во сколько у вас эфир начинается? В семь? Начинается эфир в семь, я встаю в пять Ты встаешь в пять Да Еще час вы где-то готовитесь, наверное, да? Ну да, пока грим, пока с гостями надо будет побеседовать Пока то, сё, пятое, десятое, ну, в общем, мы отводим эфир Потом я еду еще на один эфир, на свое любимое Love Radio Я был, кстати, один раз в гостях, меня приглашали А вот и правильно Как кулинара, как кулинара, кстати, но Иван сегодня меня пояснил за горе кулинара, что я лук чистить не умею Вот и правильно ты заметил, что был ты там один раз Да, да, именно поэтому он сказал, этого молодого человека больше не звать И сейчас у меня так расписание составлено, что я после эфира Вот сегодня, например, я отвел эфир на Салями, приехал к тебе на съемки Дальше сейчас мы быстро приготовим и мне нужно уже ехать на эфир на радио В профессии ведущего, ну, я по себе тоже знаю, очень важно быть, ну, на неком эмоциональном подъеме Потому что иначе ты человеку, ну, ничего не сможешь дать Учитывая то, какое у тебя расписание, насколько оно плотное И то, что оно в первой половине дня все практически Ага Как тебе удается сохранять энергию и бодрые настрои? Да всегда бодрые, тебе по глазам видно, может быть, что ты хочешь спать, но ты бодр в полне себе Во-первых, я бедрами пью кофе И это привычка, от которой я просто мечтаю избавиться, честно Ну вот, ты чувствуешь запах, а? Да, да, потому что добавили, так красиво Пахнет, как карбонар уже лучше Да Лондона Да Я всегда просто оптимист по жизни, всегда с хорошим настроением, всегда на позитиве И то, что ты даришь человеку, то и тебе возвращается Я вот просто в этом уверен Ну, самое главное, то, что это действительно то, как ты себя чувствуешь, а не какое-то искусственное состояние В которое тебе нужно, не знаю, попадать, чтобы хорошо делать свою работу Иногда, конечно Серег, если честно, иногда приходится Иногда приходишь вот на работу просто выжатый, как лимон Не, просто я тоже много передач веду, в общем-то я поэтому интересуюсь, как это у тебя Да, ну вот так Так же, как у меня примерно Вот вы видели, нет, как я нарезаю этот кабачок Тоненько Покажи вот одну штучку Вот такая мелкая соломочка Вот такая Да Так вот я напополам еще вот так вот Хоп Он тут выковыренный тобой семена Мелкие продолговатые штучки-дрючки, я их так называю Мелкие продолговатые штучки Неплохо Кстати, насчет еды Ты когда научился готовить для себя Я вообще самостоятельно, вот как ты чистишь вообще? Ой, ну нормально чищу, как получается Я вообще научился готовить рано Потому что матушка моя всю жизнь тоже в работах, в работах, в работах И когда остаешь И Ваньке что-то кушать надо было, да? А Ваньке что-то кушать надо было, да? Может, хочешь кушать, продукты есть? Слушай, у меня же первый опыт, знаешь, вот это вот Насмотрелся передач, где повара там что-то делают Вот в этом духе Хоп-хоп-хоп Первый мой опыт, я насмотрелся этих передач Я насмотрелся, и там они что-то как-то поджигали Я чуть квартиру не спалил, вот с таким вот опытом Я налил Рассказываешь ты? Налил чистейшего спирта в говядину Спирта в говядину? Да, ну это мой первый опыт Я уже тогда знал толк В спиртном В говядине Вот, и все, и у меня там огонь Пожар Ну, короче говоря, пришла матушка Увидела Опаленную квартиру И брови Выжженную землю И дала мне люлей Но ты после этого понял, что не стоит остановиться на достигнутом И продолжил свои полинарные эксперименты Да-да-да Как вот, например, это блюдо тебе в голову пришло? Это блюдо пришло мне в голову, когда мне захотелось кушать И у тебя был кабачок А вот Бекон И лапша Да, я думаю, а что бы нет-то, ну вот есть же блюдо ВОК Ну да, просто если бы мы готовили, у нас, кстати Давай помогай мне вот это вот Давай У нас был классный рецепт А, ты руками, да, ну ладно? А почему нет? Руки чистые же у нас Мы ручки свои не помыли и у нас все хорошо Слушай, а ты, я помню же, что ты пек кексы Это такой был у тебя мини-бизнес-проект Я не кексы пел Ну или не кексы? Это была у меня тоже кулинарная программа на другом телеканале Ты только бабочки шил? Бабочки это вообще такое, типа, хобби, которое, ну что-то вот оно как-то переросло во что-то большее Никуда это дальше не пошло, это выросло в мою компанию, которая начала заниматься ну вот оформлением всяких мероприятий Вот то есть вообще началось все, началось все реально с бабочек Сколько? Весь, половина? Да, чуточек совсем так, чтобы Чтобы было Да А ты меленько хочешь, да? Ну да, чтобы Хо-хо-хо-хо-хо Че-то как-то вот плохо режется Ну да и так сойдет Чё-ушбе Ну просто ты попадаешь чуть-чуть на шкурку поэтому у тебя и режется, несут Видите, более сноровый кулинар с сегодня, чем Главное, да, не попадать на шкурку. Я не знаю, что он имел в виду, но, наверное, это весело. Главное, это смешно сказать и так заговорчески подвигнуть. Вот, вот, вот. Ну, ты понял, не попасть на шкурку, половина твоих шуток. Успеха, да, шуток, это вовремя сделать домный взгляд, подмигнуть. Слушай, а в детстве, вот касаемо нашей с тобой профессии ведущих и так далее, вот на кого-то смотрел, кто тебе нравился. На Малахова. На Малахова? Честно, да. Я смотрел на Малахова, у нас тогда на Байкале работало всего два канала, это первый и второй. Да. И я смотрел на него и думал, блин, я вырасту, стану телеведущим и обязательно передам маме привет. У меня была мечта передать маме привет в прямом эфире или не в прямом. Ну, в общем, вот. Пока что мама меня не видела. Она не приезжала в Уфу? Она приезжала в Уфу, но... Но ей было не до таких мелочей, чтобы смотреть. И тогда, в тот момент, я как бы не работал еще на телеке, и поэтому, ну, как бы... А ты можешь сейчас передать из передачи, в которую тебя пригласили, как уже состоявшегося профессионала, она может на нашем сайте ytv.ru посмотреть выпуск с тобой с удовольствием. Или ты должен это как-то особенно обставить? Ну, у меня мечта была в эфире... Первого канала. Ну, да, федерального канала, ну... Ну, ладно, тогда ставим мечту на паузу, хорошо? Да, да, да. Ну, тогда ты мне тоже передай и скажи, помнишь, мы с тобой завтрак? На завтрак готовили лапшу быстрого приготовления. Вот тебе тоже привет, дорогой друг. Да. У нас так уже достаточно разжарились кабачки. Ражарились кабачки, но надо еще немножечко потомить. Сейчас можно уже, кстати, добавить соус, тюрияку. За 19 рублей, подчеркиваю, да? Ты уверен, что там дырка прорезана? Нет, видишь? Ну, я не знал, я просто сейчас понял. Не так, чтобы я тебя хотел поставить в неловкое положение. Это нам больше никогда не понадобится. Все, вот оно сейчас у нас. Все, пошло дело. Короче, для запаха... Слушай, кстати, хороший густой тюрияки. 19 рублей, подчеркиваю, который раз. Друзья, если у вас тюрияки не очень густой, значит, он, ну... Ну, такой. Да, он не очень насыщенный. А чем гуще тюрияки, тем меньше вы его можете вкуснее. Прям настоящий тюрияки. Да, попробовал? Да, да. Крут. Улаги соуса тюрияки, если густой, можете добавлять немного. Вам этого будет вполне себе достаточно. Если жидкий, ну, то есть, соевый соус, так скажем, с добавлением специй для тюрияки, то... Я вот даже не знал таких тонкостей, премудростей, но вот... Я воки тоже люблю готовить. Да? Но такое я вижу впервые. Еще и что с бульоном? Ну, я даже и не думал, что это вок. Тут, кстати, ядерное топливо получилось. О, май гаач. Надо было, да, вытаскивать ее, конечно, чуть-чуть пораньше. Ну, да ладно. В плане лапши ты имеешь в виду? Мне кажется, лапша-то сама по себе. Нет. Нормалек, да? Ее кушать сразу нормально, да. Она же больше не готовится... То есть, она же не готовится дольше, чем кипяченым остается кипяток. Правильно? Ну, вот, короче говоря... Можно просто крышку вот так вот убрать. Я еще добавляю совос. Чтобы вкус... Кисло-сладкий. Да, чтобы вкус был насыщенный. Кисло-сладкий, свит, чили. В общем, какой вам... А, барбекю еще можно. А, барбекю? Да, он тоже крутил. Телевидение, радио, оформление мероприятий. Что бы ты еще для себя, может быть... Так ты не все и перечислил. Еще давай. А, так еще ты арт-директор, да, как я в начале передачи сказал, в заведении, где песни поют. Да. Песни поют. Я тот человек, про которого точно можно сказать, что вот, как говорят, медведь на ухо наступил, на меня медведь сел полностью. У меня нет ни слуха, ни голова. Ты, возможно, даже исчез ненадолго. Хорошо, пошутил. В твоем стиле. Молодец, да. Просто предложили, сказали, Иван, а почему бы тебе не заняться шоу-программами? И я такой, а почему бы и да? Шоу-программы, то есть это... Расскажи, как это в каравоке? Ну, у нас немножко... У вас поют не только гости, но и люди, которые действительно умеют петь. Во-первых, у нас офигенно. Да, у нас есть шоу-программа, люди приходят к нам не только спеть песни. Это клубный формат, да. Это ресторан с таким клубным форматом, где можно потанцевать под диджейские сеты. У нас классная программа под это разработана. У нас постоянно какие-то есть тематические вечеринки. У вас была вечеринка в стиле богемской рапсодии? Была, да-да-да, это было просто улет, потому что у нас команда офигенная. У нас весь стафф переоделся в Фредди, причем из разных клипов, в разные этапы его жизни, и просто так спел. И вам в это время где-то из Англии грозил кулаком Брайан Мэй, говорил, сволочь, хоть кто-нибудь парик в мелкую кудрю бы надел. Во Фредди они все переоделись, переоделись, очень мило с вашей стороны. Дальше намечена серия вечеринок, тоже будет бомбически. Вот вытаскиваем мы лапшичку. А я тебе буду это. А и давай я сделаю сам. А давай так. Что ж мы как два инвалидов. Сноровый кулинар, ничего не скажешь. Слушай, у тебя получилось-то не как основа для вока, где действительно все быстро-быстро жарится. У тебя как основа для солянки, вроде того. Ну, на самом деле это все быстрее происходит. Когда там все зажаривается, все как следует. Да. Не, ну понятно, если не болтать параллельно, то все быстрее происходит. Но, знаешь, для этого есть трехминутные ролики на ютюбе. Наша передача, она все-таки про людей. Про Ивана. Да. Я дома готовлю это буквально за минут 7. Вот честно, мне 7 минут хватает, чтобы... Не, на самом деле да, если быстро все порезать и... Вполне себе. Бам! Бам! Что у нас чуть более основательно. Вот сейчас надо поддать жару. Давай. Бульон ты... Так, все, лапши тебе достаточно. Бульон оставить. Лапши достаточно. Да, лапши им вполне. Лапши вообще не надо. Просто ее сейчас, чтобы она пропиталась соком. Чтобы это все было классно. Ну да, у тебя, кстати, тут соус, это порядочное количество. Прилично, да. Кому не хватает, кстати, это вот все индивидуально крайне. Красиво. И, ну, собственно, смотри, здесь вот это нужно было сделать очень и очень... Чуть-чуть. Сейчас тут просто мы уже все. У нас тут все, блюдо готово. Все. А бульон ты потом просто порционно... Да, а бульон я потом так доливаю туда чуть-чуть, чтобы это было суперрически. Тогда мы сейчас ненадолго прервемся, все сервируем и обязательно попробуем наше быстрое блюдо. Вот здесь наша лапша, здесь у нас бульончик остался, и он тут лужка зеленого нарезал. Вот ты просто, да, ты просто оцени, как сейчас это будет. Во-первых, это выглядит нарядно. Пускай в сковородке это и не очень выглядит нарядно. Маш, гилок, ложек нет, ты накладывай. Да, да, да. Выглядит нарядно. Аппетитно. А сейчас вот мы засервируем таким образом, что это еще и будет... Это прям вот можно будет, знаешь, на какой барский прием выкладывать вот это вот. Торжество, феерию вкуса. Эх, неплохо. Да, ты вот можешь уже бульончик, бульончик. Отлично, великолепно, феерично. Я, знаешь, я сюда вот этого фирменного тебе соевого мяса еще дали. Давай, давай. Сколько наливать? Чуть-чуть? Да вот, ну, чтобы чуть-чуть. Ну, ты прям уж совсем какой-то. Еще? Давай еще. Да, ну, чтобы у нас там лучок поплав. Ты же бульонная душа. Я бульонная душа, да. Еще. Но это вкусно, что вот так, еще можно чуть-чуть. Что вот так вкусно, как вог, вот именно как вог. А все вместе, как рамен больше получается. И вот смотри, какое сейчас будет волшебство. Вжух! Такое видели когда-нибудь, нет? Никто никогда такого не видел. Никто никогда не готовил так лапшу быстрого приготовления. Это просто восхитительно. Это блюдо, которое должно быть у всех на столах. Которое должно быть. Вот 1 января, это точно. Это факт. Какой гость. Оно будет вас бодрить. Ищи к новому году. Оно будет вас веселить. Давай, у тебя красиво было. Давай, сейчас, смотри. Главное, главное в этот момент кричать вжух. Вау. Как тебе? Ну-ка. Вжух. Все. Отлично. Теперь уже надо пробовать, пробовать, пробовать скорее. Ну давай. А ты ложкой будешь сразу? Я ложкой, да. Так, я сначала, с вашего позволения. Слушайте, вкус. Ну, во-первых, вкус другой, не такой, как у лапши был изначально. Действительно, получился такой свой бульон. Ты говоришь как-то вот неаппетитно. Нет, нет, подожди, я лапшу еще не попробовал. Я просто пытаюсь забить время, перед тем, как попробовать самое главное. Блин, это круто. Мне нравится. Ммм. А я еще. Врет собака. Нет, такой копченый. Короче, она копченая, как карбонара, куда добавили много бекона. Она с китайским чуть-чуть вкусом от терьяки, и она реально острая. И она вкусная. Ты забыл, самое главное, она вкусная. Сытная. Готовится за 7 минут. Он мне кажется, может быть, не доверяет, но это действительно очень вкусно. А ты заметил, как, между прочим, тут кабачок. Да. Вот он не сырой, но и не размягший, как жижа какая. Да, и он дает вот такую какую-то овощную массу добавляет. Просто шикарно. Это очень вкусно. Приятного аппетита, друзья. Спасибо вам большое за эту идею. Мне кажется, сейчас у всех появилась в поваренной книге вот эта вот реальность. Мой личный вердикт. Я сначала не очень понимал. Я думал, что ты сюда хочешь бульон добавить, чтобы он дотушилось. Это обязательно надо готовить с бульоном. Остроту можете добавлять, не добавлять по вашему собственному вкусу. Если будете также добавлять приправу, которая идет к лапше, можете брать неострую совершенно. Да? Да. Я продолжаю просто есть, извини. Я просто хочу подвести к тому, что спасибо тебе, дорогой друг, что ты есть. Я считаю, что то, как ты относишься к жизни и то, как... Ты как Джим Кэрри всегда говори да. О, да. Ты 100% никогда не забываешь о том, что судьба тебе подкидывает какие-то интересные варианты и всегда ими спешишь воспользоваться. И всегда этому благодарен. Спасибо тебе за то, что порегласил на тебя. Спасибо, что пришел. Действительно, замечательный человек, мой друг Иван Кихонов, приготовил для вас вот такое простое, доступное, интереснейшее блюдо. Готовьтесь с удовольствием, готовьтесь к Новому году. Всем пока. Пока-пока.